Пермская открытая интернет студия Ну а сегодня будем смотреть исключительно прекрасных женщин Сегодня же канун 8 марта, международный день, 7 марта Мне нравится, между прочим Как вам? Я даже сегодня в эфире не раз об этом сказала Поздравляю всех с международным женским днём, 7 марта Дарите нам цветы А лучше дарить почаще Я сказала, что чем больше подарков и внимания женщине уделяешь Тем её характер становится лучше Мягче, да, конечно Аннет, рада приветствовать наших девушек Аннет, барышня, муза, богиня из Москвы Аннет, ну скажи нам по-московски там, что-нибудь, племенство, тёночки Ну я ещё не научилась совсем по-московски так говорить Да ладно Да нет, в Москве на самом деле всё нормально разговаривают А почему они тогда вот там говорят, когда возвращаются из Москвы И всё так вот там зачем словами Чтобы все видели, откуда они приехали Мы должны видеть, откуда ты приехала Я не говорю с московским акцентом Я нормально говорю Далее у нас здесь Гуля Цыганкова, издатель Вот, Гуля, мы с тобой столько времени общаемся Мне кажется, мы даже с тобой круто подружились Но вот чем ты занимаешься конкретно, в чём твоя профессиональная деятельность состоит Я не знаю, может быть ты сегодня нам поведаешь Потому что мы сегодня пригласили к нам женщин, как мы считаем, сильных Сильных духом, сильных таких пермячек, которые стремятся к своей цели Чтобы они нам рассказали, может быть, о каких-то секретах Я расскажу Расскажешь? Да, расскажу, но хочу сначала поздравить с праздником 7 марта Ура, спасибо! Очень вкусненькие конфетки Давайте я расскажу Обязательно? Да, обязательно Как некоторые говорят, без 100 граммов Без бокала, нет бокала Без бокала, нет бокала У нас без конфеток нет разговорчика Так что начнём Это у нас хорошая традиция, конфеты пожирать здесь Мы ещё выпиваем сок, отчаянно делая вид, что мы дико пьяные с Яной Сегодня у нас тоже был корпоратив Такой микро, да, мы его между собойчиком называем Вот когда интерактив был, и там кто-то маячил, да, сзади? Маячили, да, сзади люди И мы с Яной ощущали себя самыми пьяными из всех, кто там присутствует При том, что мы не капли Ну, конечно, мы же не это самое Я вот за рулём Яна, в принципе, не употребляю Как мне сказал наш коллега, что, он говорит, тебе срочно надо начать бухать Говорит, вот тогда ты бесценная будешь с твоей грудью, говорит Слушай, Яна, я тебе это давно говорю Так что, как бы, не надо Ну, ладно, конфеты у нас уже есть Осталось дело за малым Дождаться, когда у нас у подъезда сейчас будут встречать шикарные мужчины Они уже выехали Я видела, Лимудин я видела там, маячил Вот когда я сюда ехала Да, и мы сегодня хотели отметить день 7 марта Чтобы о нас трубили все газеты Все СМИ СМИ А вот, Гуля, вот издательство вот это, это тоже средство массовой информации? Или это что-то отдельное? Что вот это такое? Это что-то отдельное Мы... Это не рассказывать, ты там не рекламируем Нет, мы хотим, чтобы люди наши, Пермского края, любили свои малые города Малые города, это Березники, Юсиво, Ильинские поселки И делали так, чтобы люди захотели из других городов России приехать и познакомиться с этими городами С их родными, с их любимыми То есть, надо... Ну, цель какова нашего проекта? Привлечь туристов? Нет, нет, первонаперво раскрыть потенциал тех людей, которые живут именно вот в этих молодых городах То есть, смотрите, про Францию можете рассказать много Про, не знаю, про Прагу ты свет можешь рассказать Про Турцию эту, бедную, разнесчастную Я про Швецию могу Вот, а про соседние города, ну, кто что расскажет? Ну, к сожалению, да, Березники в последнее время славятся А больше, ну, к счастью, к плохим Березники, между прочим, второй по величине город В Пермском крае Вот, родина Решетова, поэта известного Ну, то есть, в каждом городе много интересных моментов Очень много интересных людей Кто там родился, кто побывал Ну, то есть, нужно это все раскрывать И знакомить людей Клюво! Ну что, будем знать, кому обрагирся, если вдруг решим сделать экскурсию Ну, сегодня мы хотим сделать акцент нашего эфира На личные новости от сильных женщин Девушки Вот, может быть, за последнее время что-то вас очень сильно заинтересовало Из всего, что происходит в мире В нашей стране, в нашем городе Ну, знаете, мы же девушки Мы же не какие-то тут экономисты, политики, философы Начнем с себя Ой, начнем с себя Может быть, Аннет нам расскажет что-нибудь Что может охарактеризовать тебя, как сильную женщину Не, ну я же вам уже сказала, что я не сильная совсем женщина Нет, ну то, что ты не можешь Тогда вставай и уходи Я пошутила, слушай, что одна моя приятельница Ей однажды сказала, вставай тогда и уходи Она встала и пошла Потом пришла за ней бежать еще долго и уговаривать Нет, слушай, я не уйду, даже не мечтай Ну что, что я сделала такого сильного Наверное, я, знаете, я по ошибке молодости с дуру переехала в Москву Так просто Почему? Ты считаешь, что это с дуру? Нет, я не считаю, что это с дуру Я считаю, что это была ошибка молодости Кто же по молодости там в Москву-то не переезжал? А, то есть я не уникальна, да? То есть можно не рассказывать Нет, расскажи, это был уникальный опыт Да, я на самом деле, мне стало немножко скучно жить И я купила такой уанвэй тикет и уехала в Москву Это было в мае Для тех, кто не знает, уанвэй тикет это билет в один кунэ Да, одни месяцы Да, ты недавно узнала Вот, я уехала жить в Москву, разгонять свою тоску Тоску я разогнала, разгоняю до сих пор В общем... А что ты тут делаешь, мадам? Квартиру продаю И ты покупаешь в Москве? Нет И говорит, я не сильная, я не сильная женщина, вообще я тут по-французски говорю Я еще волосы покрасила Класс! В Москве дорого волосы красить, да? Нет, просто я уже сегодня озвучила На самом деле, есть только один мужчина, который официально два года имеет право прикасаться к моим волосам И вот к нему я приехала Который официально на прошлой неделе не пришел в наш эфир Я, кстати, сказала, что я скорбина Он переживал, да Он сказал, что искупит вина Нет, а кто нам нужен был прийти на прошлой неделе? Можно и сенька? Так, этот Колин Бессонов и Костя Мельников, которые... А, так ты имеешь в виду стилистов? Да, зато мы так классно со Светой тут потрындели Обсудили всех женщин Всем косточки перемыли Вообще так потрещали, как душевно Я бы сказала Я же говорю, на меня полный рот Поэтому, да, Анель, давай дальше Обещай Не доедать конфетушку Хорошо У меня по ошибке горит молодость Да, ну что, ну вот, что я здесь делаю Волосы покрасила, квартиру продала Вчера прилетела, то есть два дела успела важных сделать за сутки Еще впереди трое суток, так что это... Вы еще приглашайте, я расскажу, что я еще сделала Шикарно, просто шикарно Мне вообще нравится Вот Дженнифер Энистон собралась замуж выходить Это кого? Джастин Теру Или Теру Кто это такой? Теру, может Я не умею Вот ударением правильно стать Потому что я с этим Джастином ничего не знакома Если француз, то, конечно, на последний слог Как Гару Да Но кто же знает, кто он, этот Джастин Ну, свадьба состоится уже в марте, говорят Но Дженнифер говорит О, она вообще, в принципе, да господи Замуж выходить это жениться Она же была уже, нет? Да, она же была замужем за Брэда Питом Даже я знаю об этом Слушайте, ну вот почему некоторые женщины по два раза? Я еще ни разу Радуйся А, радуйся Вчера, неделю назад, на мне было обручальное кольцо На этой неделе я сняла Потерялась? Я сказала Фи Правильно Все сказали Не все Джастин сказала Не фи А я не люблю выходить замуж Вот так У Яны есть, конечно, такой опыт Поэтому Да? Да Я считаю, что Нет ничего в этом Правильно, что там делать? Да, действительно Понимаете, если Вот смотрите Здесь собрались такие Красивые, удивительные, достойные женщины Если мы сейчас с вами Повыскакиваем замуж То что же делать Бедным, несчастным мужчинам? У них в жизни не будет цели отныне К которой можно стремиться Сейчас у них есть Стремление Покорить нас А значит Параллельно, чтобы покорить нас Нужно еще, значит Завоевать свое место в обществе Построить дом Я не знаю Дерево посадить Дерево посадить Да И так далее Достичь совершенства Какого-то Личностного А мы замуж вышли И они Пиво Да ладно Ну это, конечно, мне кажется Вообще отдельная Жуткая тема Я не считаю, что все мужчины Вот когда Женятся Они становятся там Рабами Каких-то вот этих Вот мужских привычек Конечно, нет Так я к этому и говорю Что Что Ежели Мы В общем У них наоборот Когда Мы Рядом с ними У них есть желание Быть лучшими Прекрасными Рыцарями Принцами А когда Нас рядом нет То, конечно Нам же тогда Ой Что-то ты меня загрузила Прости Я прям даже не знаю Приду ли я с кольцом На следующей неделе Или нет Да, это что касается Моих личных новостей Разве что с новым Я предлагаю Сегодня мы же Пойдем с вами Куда-нибудь Давайте озвучим место Вдруг мужчины Которые Смотрят Все-таки Решат Присоединиться Нет, давайте В самую последнюю минуту Озвучим место Кто будет быстрее Тот вот и чемпион Нет, ну что На самом деле Жена до мужчин Как-то поддерживает Дух соревнования Правильно? Да, да, да Должна же Жена завоевает сильнейший Быстрейший Обалдеть Ну, мужчины Давайте Нижний старт Машину включать Я, кстати, с Ветей Давно уже говорила Светка говорит Ты давай Клич пусти на радио Пусть тебя В Прагу кто-то Слазит Она как-то пускала Да, я пустила Да, пустила Там Невнятный Какой-то вообще Невнятный Ну как Невнятный 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 Я сама переволновалась Я вот чуть с Гуля Не улетела в эту Прагу Ну, в общем, ладно Давайте Эти вот подробности Не будем И самое Вот яма Со своей грудью Тут сидит Я хочу Знаете Где же ее оставишь Саня, понимаете Шерн Стонни Удивила меня Она красивая Вы представляете Вы можете сказать Что это женщина Сексуально Безусловно Конечно Она рассказала Жуткую историю Она говорит Раньше Давным еще Видимо давно Продюсер подошел К ней Говорит Слушай, Шерн Ты вообще нормальная Такая Тека Так вот Секса в тебе Вообще Ни капельки нет Нужно тебе Что-то с этим Менять Она Типа Я и не собиралась Мне не нужна Эта сексуальность Я могу Без нее Хорошо прожить Тем не менее Ну, в общем Образ таковой Нужно создавать Чтобы быть В мире шоу-бизнеса Заметной личностью Пришлось Говорит Сделать мне Вот такой вот Вид Что я такая Сексуальная Вот Но, говорит Мужчины Которые Меня интересовали Они Действительно Искали Тех примитивных Женщин Как она Выразилась Примитивных Кошечек А я Так Говорит Сама По себе Женщина Такая Что Мне не нужны Такие мужчины Которые Ищут Легких Женщин Ну, не легких В смысле Мало Вес Дешевых Ну, вот Как-то Да, я не могу Нормально Слово Подобрять Спасибо, Яна Ты как всегда Говоришь Меня всегда Привлекали Интеллектуалы А они Не интересуются Секс-дивами Ну, короче Парадокс Она такая Вся сексуальная Вроде себя Значит Интересуются Какие-то Так себе Мужчины А вот Интеллектуалы Они уже На нее Не стали Западать Кого Хотите Вы, девочки Интеллектуалов Или хотите Быть Сексуальными Кошечками Блин Покота О двух Концах Слушай Может, я не четко Объяснила Вот здесь Написано Мне кажется Нормально Поэтому мне пришлось Сотворять Эту сексуальность Буквально Из ничего Нет, я не думаю Что она не сексуальна Она действительно Сексуальна Но раз так Случилось Что она Просто вынуждена Была Для того Чтобы остаться В мире шоу-бизнеса Я вот опять Начинаю фразу Говорить И пока я ее Закончу Я уже забываю Мне кажется Я интеллектуальна И сексуальна Вот Все И мне хорошо Живется Вот этого Миша у меня Очень умный Какой муж ты Какой муж Мы идем сегодня Ну ладно 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 Свободная Независимая женщина Сейчас Три мужчины Которые Стартовали Готовы Бежать Куда вы Пять Пять Яна Несмотря ни на что Они все равно Прибегут Конечно А ну вот тот же самый Дух соревнований Не я А может Тебя лучше Чем муж Сейчас И проверим Да Что еще Девочке Произошло В жизни Вашей Или может Быть Что Что произошло А я кстати В отпуск Ездила Тут Недавно Одна В Турцию Нет Хуже Хуже Я езла в Египет Это не хуже Ты что Там же акулы Это не хуже Это экстрим Ну да Я ездила Я хотела Я рабы там Акулы Это ладно С ними еще Как-то нужно Договориться Договориться Нет Я на самом деле Ездила У меня была такая мечта Я хотела научиться Нырять сквалангом У меня получилось Со второго раза Да ты что Почему не с первого Я запаниковала Заплакала Закричала Поднимите Поднимите Меня наверх Я не могу дышать Вот Ну ладно Я про инструктора Не буду Это было отдельно Мне кажется Он после этого Бросил На работу Жуткая история Да Он долго Меня уговаривал В общем На каком языке Вы общались На французском? На английском Ты полиглотка И тебе говорят Come on baby Do it one more time Ой Не надо было Это показать Я этим летом Была вот на графической экспедиции Вот учись С учеными Москвичка, блин Где нужно быть По северу Пермского края С ума суток Мне тебя Себе Уговаривали Да Уговаривали Но нас пустили Ну так На порожек Мы то есть Сидели на порожке Туда внутрь Нас уже не пустили Но мы зато Посмотрели Убранство Мы просидели Всю службу Даже не простояли Хотя там бабушки Старенькие Стояли Одна такая Иногда Садилась Иногда Ну вообще Стоять надо Вот По какой причине Вы сидели Почему вы сидели Ну нам разрешили Раз вы Не пойми кто Вообще все православные были Я тоже православная Как-то отличается это Там люди сами рубахи ткут В своих поселениях Они абсолютно Отключены от внешнего мира Они отключены У них там даже связи нет Я не знаю И даже в контакте У них нет анкеты Кошмар О боже мой Связи нет До меня мама Пять дней не могла Дозвониться Я не выкладываю На инстаграме Что они едят Ноги едут Ночи кинятся Боже Господи Тонос Они одели Вильен день Сарафаны Длинные Прямо у них Специальные Для праздников Сарафаны Ты что-нибудь Прикупила там себе Там ничего не прикупишь Они очень скрытные люди Они даже к себе Не пускают Во двор Не говоря уже о доме Нет Мы к одной старушке Она такая продвинутая Видимо старушка Она пускает всех К себе Тележурналистов Там Репортеров То есть Так Нет Нормально То есть У нее дом всегда открыт Ради славы Может быть Может быть Пиар Двери открыты Да К ней можно А вообще Старверы никогда Никого не пускают К себе Потому что Они боятся Заразу унести Но это Испокон веков Уже В дом унести Заразу это во-первых Во-вторых Мы хотели Поснимать Как они там С коров доят Скотину Там что-то Еще Какие-то у них Все равно Наверное Есть Традиции Не традиции Не знаю Как это называется Не пустили Сказали Вы уедете А нам Еще здесь жить А вдруг Вы сглазите Вдруг У нас Скотина Пойдет То есть Все серьезно И очень На нас смотрели Так Недобро Потому что Зачем Мы вообще Приехали сюда Но мы Выдержали Это стойко Поснимали Так Вообще Очень Осторожно Тайком Там Чтоб никто Не видел Не дай бог Нас Ну Все равно Интересно Тем не менее Очень интересно Мы побывали В Чердине В Красновишерске В деревнях Вот этих Староверческих И русских Потом В Березняках В Соликамске Суперски Вообще Было Вот Классно Мне очень Понравилось Слушайте Я тоже странная Природа Красивая Очень Вот В Чердине Там Вот эта Колова Там Вот этот Камень Полет Встанешь Просто Дух Захватывает Вот эти Леса Вековые Такие Черные Там Вдаль Смотришь Очень Красиво Да Призываю Всех Посетить Места Наши Красивые Я Говори Очень Чувствует Мне кажется Нашу Я поняла Что я тоже Старовер Потому что Я в свое Жилище Врачей Никогда Не пускаю Не пускаю Или заставляю Их Обработку Проходить Первичную Потому что Говорю Вы мне Сейчас Заразу Занесете Они Мурчит И Они Меня Ненавидят Я Их Люблю Ставлю ей красивые поздравления в стихах да очень хотелось бы чтобы вот это вот поздравление звучало для всех пермских у нас вообще весь мир давайте мы очень внимательно слушаем и цветы и подарки любимые женщины с праздником вас тот мартовский день и счастливые яркие для вас как любовь никогда не угас вы ласка для нас и высокая нежность для вас как волшебник весенней ночи проклюнется первый уральский подснежник и первую песню скворца прозвучит вы наша надежда отбит исцеления желаю самые злые ветра быть пушкинским чудным прекрасным мгновением творителем света любви и добра браво спасибо спасибо замечательно и всех студий присутствующих я всем спасибо вам спасибо большое всего доброго будем надеяться что еще услышимся насколько мне известно вот уважаемые федор сергеевич уже находился в студии открытый пермской интернет студии здесь были чтение кстати мы в декабре были номинированы и наше издательство наш проект открытие пермский край и федор сергеевич со своей а литературной студии тропа он учит молодых людей ребят любить этот мир через стихи так вот мы были награждены премии губернатора пермского края браво вот они наши женщины до чего достойны и и вообще 21 число было кстати 21 декабря как помните это был вроде как конец света вот и когда нас наградили мы были первые в списке а я купила за неделю до этого билет в москву и не знала когда будет награждение и делать награждение надо быстро в аэропорт ехать то есть наградили я с букетом цветов положила куда-то его куда-то грамоту положила и бегом в аэропорт прилетела и 21 в 21.00 я стояла на высоте 324 метра на останкинской башне какая смотри сначала тебя возвысили за твои заслуги а потом поднялась на самолете высоко а потом еще и на башне круто я вот не была никогда на телевизионной башне единственное телевизионное место это вот здесь впереди все впереди думаешь а тебя в отдельно экскурсию муж на паше скажи про вертолеты я летала на вертолете вау сказать по гламурному что это имя имими кто же тебя так на вертолёте зашло за За какие заслуги колись? Ну, не знаю. Просто повезло, повезло. Случайно попала. В метро подходит уже. Девушка. Ну, привет. Я аплодировала. Мы на лед покатаемся. Это что такое? Нет, 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 не так все было. Нет, ну давайте я не буду рассказывать. На самом деле каталась на вертолете и летала. На кросс-дельфон. Рассказывай, я каталась на вертолете и летала. Ну, мир не без добрых людей. Просто узнали, что я хотела. И помогли, так скажем. Мир не без добрых мужчин. Желные люди. Я хочу Барби. Сейчас скажу, какой Барби-то я хочу. Ну, ты придумывай, потом услышишь. Мужиков для Барби. Барби у меня много уже. Гуля, озвучивай желание тоже. Мало ли, вдруг исполнится. Говорят, больше мечтайте, больше хотите. Желание. А, мой сын младший. У тебя старший, что ли, еще есть? Да? Боже. Сказал. Мама, позавчера. Я хочу, чтобы ты была 25, 408, 36, 15, бесконечность. Я говорю, что? Ну, такой красивый. Я говорю, хорошо, буду. Обалдеть. А это что за цифра? А вот такая вот цифра у пятилетнего человека. Класс. И ты запомнила эту цифру? Ну, нет. Я так примерно сказала. Я помню, что бесконечность была в конце. Бесконечность. Вот бесконечность, да. Красиво. Я, кстати, из новостей моих, которые меня радуют, я написала песню для одной питерской группы. Написала ее на английском языке. За бесплатно. Ну, к сожалению, не говори, нет. Я не помню, я не могу у нас петь ни одного куплета, потому что, к сожалению, я очень много писала в своей жизни разных песен, но, к сожалению, я не помню ничегошеньки совершенно. Я помню, я написала одну песню замечательную про, называется Little Orange Dress. Маленькое оранжевое платье. Естественно, про платье, которое творит чудеса о том, что, так, что, я не помню. Ну, там так все в рифму, так классно. Мы тебе верим. Давай как-нибудь принесем гитару. Обязательно. Гитариста. Гитариста приведем. Принесем гитару и принесем гитариста. Просто надо на Аркаде везти сюда некоторых гитаристов. У нас, конечно, есть знакомые гитаристы, но они почему-то иногда стесняются. Они просто стеснительные все, эти гитаристы. Надо моих братьев пригласить. Вообще ничего не стесняются. Собирают огромные залы и играют. Друзей собираются. Как зовут? Давай номер телефона. Сейчас все это. Я тоже запишу. Я теперь понимаю, почему она попала в Москву и ездит сюда на подстрижку. Потому что все у нее будет нормально. У меня братья старше. Старше моего старшего брата, которому 50 лет нынче исполнилось, номинировали на Строгановскую премию. Первое землячество в Москве. Потому что у вас не семья, а просто номинанты сплошные. Молодцы. Браво вашим родителям. Брат мой, Мамата Фильдар, а второй брат Мамата Автомир. Ну, их, наверное, все знают. Потому что в 2005 году, когда жил желтая страница, знаете, вот это они привнесли в наш город. То есть они придумали желтую страницу? Они не придумали, они привнесли. Привнесли? Привнесли, да. Привнесли. Ну и да, но, видимо, мы затрагиваем сегодня исключительно наши женские темы. Мне это очень нравится. Я так люблю девичники. Так, а мы сейчас продолжим с вами. Продолжим. И все. Жалко, что наши зрители не будут свидетелями продолжения. Не будут шансы. Да. Давайте я расскажу. Смотрите на всех ютубах страны. Как мы собираемся отмечать, девочки? Кто-нибудь что-нибудь уже вам придумал как? Ну, это понятно. Опять на какой-нибудь вертолет присядет. Ой, блин, полетит все на вертолете. Серьезно, какую-то доляпнуло. Это все из-за того, что мне здесь уже какие-то поступают. Поступают, девочки. Предложения? Да. Все. Нет, ты имеешь в виду, как сейчас будем праздновать? А, блин, как сейчас будем праздновать? А, вообще? Завтра праздник. Ой. Пока она думает, Коля. Я точно, наверное, мне нужно будет навестить мою маму Елену Анатольевну и ее супругу. Поздравить. Я купила ей даже сегодня подарки, преподнести и быстрее уехать. Потому что у них всегда очень много гостей. Они начинают дико пить и произносить какие-то тосты. И вот, я очень как-то так всегда стесняюсь и стараюсь убежать. Я еще не решила, откровенно говоря. Да я тоже не решила. Как пойдет? А вечером я пойду на запись альбома, где я буду всего лишь фотографировать великих будущих музыкантов. Здорово, я желаю успехов. Ну что, девчонки, давайте поздравим всех зрительниц, которые в прямом эфире потом будут засмотреть нас в записи. С 8 марта только счастья, только любви, только искренних мужчин в вашей жизни. И побольше. И щедрых. Да хоть бы одного искреннего, щедрого. Побольше-то уж ладно, не загубо закатывал.